Так, всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я в тепленьких розовеньких носочках, вот. И сегодня у нас с вами прямой эфир. Сегодня я постараюсь ответить на ваши интересные, надеюсь, вопросы. И сегодня я хочу вам больше рассказать об обновленном рерайтере 2.0, который я анонсировала. Это марафон, который я веду, уже, собственно, буду вести второй год, заканчиваем первый год. Который я провожу каждый месяц. И, конечно же, огромное количество людей, которые его прошло. Огромное количество людей, которые спрашивают, нужно ли его проходить снова. И огромное количество людей, которым еще предстоит это сделать. И поскольку я считаю, что это самый интересный, эффективный марафон на просторах всего, чего есть. Я даже вам могу дать объяснение, почему я так считаю и почему я в этом убеждена. Я бы хотела о нем поговорить. Я знаю, что у вас есть много вопросов, связанных с этим. Неужели и правда он меняет жизни? Неужели и правда здесь что-то может произойти? А почему у меня это работает? А это не очень. Я, кстати, на выходных буквально проводила эфир для рерайтерцев. Те, кто был, молодец. Те, кто не был, у вас, по идее, должна остаться ссылка на его запись. Где рассказывала о том, почему может что-то не получаться, почему что-то не работает. Поэтому я с удовольствием с вами пообщаюсь. Если у вас есть любого рода вопросы интересные, вы можете их писать. Я не за рулем. Как это неудивительно. И я смогу их видеть и на них отвечать. Ну и, пожалуй, хотела бы начать с основного момента, который отличает рерайтер вообще от всего. Знаете, я достаточно много лет занимаюсь бизнесом. Кто не знает, я начинала со свадебного агентства, которое умело сделала одним из лучших в СНГ. И затем создала большую школу свадебного бизнеса. И я действительно очень много знаю об инфобизнесе, о том, как упаковывать информацию и продавать ее. И есть, знаете, такие вещи, которые связаны с бизнесом, а есть вещи, которые связаны с ценностями. Так вот, мои ценности никогда не позволяли мне продавать непонятно что. И мои ценности идут вразрез с общим пониманием инфобизнеса, которое гласит, возьми какую-то информацию и упакуй ее и продай. И вот, вы знаете, у меня никогда в жизни вообще не прельщала история того, чтобы делать что-то ради денег. Вот просто продавать что-то ради денег. Во-первых, потому что для меня это как-то сильно скучно. Ну, я люблю, конечно, деньги в любом их проявлении, но для меня все-таки деньги – это показатель твоего развития, твоей ценности, твоего умения, твоего понимания, чего-то, что ты отдаешь другим людям. И вот всякий раз, когда я слышу о том, что люди хотят создать нечто онлайн, упаковать это, продать и никогда не иметь больше с этим делом, у меня, знаете, начинается аллергическая реакция. Для меня рерайтер жизни – это, ну, я даже мне как-то так вот марафоном изначально не нравилось это называть, но более умелого какого-то названия и понятного я все-таки не придумала, и в итоге он остался марафоном. Но для меня это история, в которой я живу. Например, почему я делаю апгрейды и апдейты, и все время что-то записываю новое? Потому что для меня очень важно, чтобы то, что я делаю, несло ту ценность и ту цель, которую я преследую. А я преследую очень простую цель и ценность изменения человеческих жизней. И мне кажется, что, знаете, как-то очень это, как-то очень это бе, когда человек пытается создать нечто, и, вот знаете, это как один раз покрасить волосы, и шаблонно потом этой же краской красить волосы всем, да, этим же цветом, мол, я это делаю так. И для меня крайне важно присутствовать во всем, проживать, смотреть, видеть, какие разные люди, какие у них вопросы, задачи, подстраиваться, находить, решать, держать за руку. И для меня крайне странным является, когда люди нечто создают, и хотят, чтобы это продавалось, оно работало, и, как бы, знаете, не лезьте. Мне практически, ну, наверное, раз в неделю стабильно, если так среднеарифметически приходят различные приглашения от каких-то там помощников принять участие в чьих-то марафонах, в чьих-то инфопродуктах, значит, за отзыв. И я, конечно же, любопытная ворона, всегда задаю миллион вопросов, потому что точно знаю, что те люди, которые присылают сообщения, они даже не смотрят, кому они их присылают. И я задаю самые распространенные, самые вообще разнообразные вопросы. И сколько человек, и сколько за деньги, и сколько не без денег, не поверите, сколько вообще можно информации всякой выудить у каких-то менеджеров, ну, очень забавно. По крайней мере, та, которая идет в доступе к этим, у этих людей. И очень часто я слышу, что, я говорю, а будет ли там, например, Катерина там, например, представим, марафон ведет Катерина Высоцкая. А Катерина Высоцкая, она присутствует в марафоне? Ну нет, ну что вы, ну есть ее помощники, но мы отвечаем на вопросы. А есть где-то, где с Катериной можно пообщаться? Ну нет, ну что вы, Катерина нигде не общается. Ты понимаешь, что ты покупаешь некие видеоролики, которые Катерина когда-то записала, и Катерине вообще абсолютно насрать на меня, на то, что у меня происходит, на то, с чем я пришла, на мою какую-то обратную связь, на мой фидбэк. Катерине насрать. Катерине главное, чтобы я заплатила 20 баксов, и как бы она отдала мне свои ролики. В принципе, больше ее ничего не интересует. И вы знаете, я ни в коем случае не оговариваю эти вещи, просто я говорю о том, что у меня такого нет. И для меня изначально, в этот раз, было основной ценностью не уходить от того, что я делаю, не уходить от своего продукта. Я считаю, что вообще в бизнесе крайне важно, когда вы чем-то занимаетесь, или в своей работе даже, заниматься тем, от чего вам не хочется отдыхать, от чего у вас нет желания поскорее избавиться. Это очень классный показатель того, занимаетесь вы своим делом или нет. Это вот как, знаете, на Мальдивы прилетаешь, и если у тебя есть желание, чтобы меня никто не трогал вообще, и желательно все время, это показатель того, что вы делаете что-то не то. Ну, то есть, может быть, это приносит вам деньги, это все круто, но в контексте вас самих, это что-то не то. Для меня показатель всегда своего дела, это то, когда тебе не нужно от него отдыхать, когда твое желание двигаться в нем, и твои постоянные идеи, месседжи, и все остальное, крутятся вокруг того, что ты делаешь. Потому что, если, по сути, посмотреть на нашу жизнь, вот так вот, от шелухи ее убрать, то, по сути, что такое жизнь? Есть вы, есть пространство, пространство, и вы в этом пространстве существуете, все остальное не вечность, тлен, и все мы умрем, да? Ну, если так говорить. И есть нечто, что дает нам жизненный интерес. В определенный период жизни это любовь, да, это реализация наших детей, какие-то наши такие штуки, но все остальное, это либо быт, либо наши цели и мечты, которые нас к чему-то ведут и заставляют двигаться. Потому что, если смотреть на историю с позиции того, что мы все умрем, то зачем что-то делать? Что делать, если грустно? Я думаю, заняться делом. Знаете, я всегда говорю, что труд облагораживает даже обезьянам, да, и даже человека. И если человеку грустно, то, скорее всего, он просто ленивая же. Вот, давайте будем объективны. Если вам нудно и грустно, это значит, что вы лентяй, что вы не ищете себя, что вы не реализовываете. Вам может быть грустно, потому что у вас умер хомячок, но это как бы можно пережить без этого вопроса. А во всем остальном ищите смыслы, ищите то, что вас вдохновляет, ищите то, что вас укрыляет. На крайний случай ищите, в кого влюбиться, если совсем плохо. Подскажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы прекрасно выглядеть. Я приму это, конечно, как комплимент. Начну с того, что я пользуюсь фильтрами Инстаграм. Друзья, ну, это какой-то для меня немножко странный вопрос, но давайте, если все-таки не о внешности. Вы знаете, я сейчас перезаписываю и переделываю свой марафон «Верайтер жизни». И я смотрю старые видео, которые я записывала год назад. И вы знаете, я вижу эти невероятнейшие изменения в своей внешности, что удивительно для меня, прям колоссальные, внешности и подачи. я обнаружила, что у меня сейчас год, та подача, которая была год назад, несмотря на то, что я уже была совсем другой Олей, я сейчас ее сложно воспринимаю. То есть я сейчас совсем другая. И я считаю, что любые изменения внешние идут изнутри. И то, как мы себя ощущаем, уровень нашей уверенности, уровень нашей осознанности, уровень нашего восприятия реальности, насколько мы счастливы, насколько мы себя комфортно чувствуем, определяет то, как мы выглядим. Потому что наши же черты лица в разные периоды выглядят по-разному. Иногда они выглядят ожесточенно, озлобленно, иногда они выглядят очень уставше, иногда мы начинаем светиться. Хотя, по сути, кардинальных изменений с собой не проводим. Поэтому я все-таки думаю, что мне, вот, исходя из того, что я вижу, что мне на пользу внутренние изменения, потому что я действительно становлюсь добрее, несмотря на то, что я очень сильный человек, со стержнем и достаточно жесткий. Жесткость никуда не девается, мне кажется, жесткость – это такая штука, которая является твоим внутренним стержнем, твоими корнями. Но, тем не менее, меняешься. В остальном, все достаточно просто, как и везде. Вы определяете, как вы хотите, чтобы выглядело ваше тело, и в зависимости от этого разрабатываете стратегию. Если вам все равно, вы едите все, что вы хотите, не двигаетесь и живете, как удобно. Я тренируюсь пять раз в неделю, я слежу периодически за тем, что я кладу в рот, я имею четкое понимание того, в какой размер джинс я должна влезть, я каждый день это контролирую. Вот, собственно, и все. Так, мне ваша книга не пришла. Скорее всего, здравствуйте, вы не написали в директ, вы написали где-нибудь под сообщением «хочу». Я вам рассказываю, как это устроено. У нас есть бот автоматический, который отправляет книгу на вашу фразу «хочу книгу». Не хочу книгу «здравствуйте», не хочу «ккигу». Вы даже себе не представляете, какое количество ошибок человек вообще может в слове «книга» допустить. То, что я успеваю увидеть, я делаю вручную, но поскольку за день у меня в сообщениях, в директе порядка тысячи сообщений, я не все успеваю просмотреть вручную. Поэтому, если вы просто напишите эту фразу без ошибок, то вам пришлется это автоматически. Так, здравствуйте, спасибо вам за рерайтер. Да, спасибо. Инсайты просто как на американских горках, кто поднимает вверх, кто шныряет вниз. Да, я буду смотрю на себя со стороны, то с высоты душа просыпается. Да, вот это очень, Ир, да? Ир, очень правильное описание американских горок. Действительно, есть вот это ощущение американских горок, и периодически ты поднимаешься, а периодически хочется, ну, как бы руки в какой-то момент опускаются. Но я вам хочу сказать, это похоже на тренировку. Знаете, вот когда приходишь в зал и думаешь, «Господи, как тренироваться? Это невозможно, так тяжело». А потом в какой-то момент вдруг со средины тренировки у тебя открывается какое-то дыхание, и ты вдруг чувствуешь, что ты как бы классный. А потом в какой-то период ты падаешь снова. Важно настроиться на результат, к которому мы хотим прийти, и понимать, что жизнь – это не прямая. И когда мы к чему-то идем, это не прямая. Это как и вот, чтобы стать чемпионом. Понимаете, нет чемпионов, которые выигрывали всегда. Периодически они проигрывают, потому что нам необходимо вырабатывать в себе новые качества, нам необходимо анализировать себя. И для этого нам нужны качели, потому что если бы у нас все было ровно, мы бы с вами не ставили, не пробовали бы ничего нового, не искали бы никаких новых подходов, не развивали бы себя, а были бы достаточно линейными и примитивными созданиями. Поэтому все как бы прекрасно у вас проходит. Главное, чтобы вы понимали, что это есть нормальное. Нормальный путь развития, когда вы шевыряете стороны в сторону. Не стремитесь и никогда не думайте о жизни, как о неком пункте назначения, точке, куда вы придете, и будет там счастье. Нет, это иллюзия. Поэтому наслаждайтесь счастьем в тот момент, когда вы его ловите. Задавайте себе вопрос. Вот в данный момент счастье в чем? В том, что я ищу. У кого еще нет звука? Счастье есть в том, что вы находитесь в поиске. Например, вы поняли, что вам нужно искать. Вы раньше понятия не имели, а теперь знаете. Соответственно, в этом есть момент счастья. Есть момент счастья в том, когда у вас что-то получается. Есть момент счастья в том, когда у вас не получается, но вы готовы и понимаете, что вы готовы идти дальше. Не сдаться, как раньше это было, а наоборот. Поэтому это нормальная абсолютно история. И стоит это делать, стоит в эту сторону идти. Меня вот тоже парни шевыряют. Это, еще раз говорю, нормально. Я вам скажу, что шевыряет всех самых потрясающих, гениальных, шедевральных людей. Отличие наших шедевральных людей и обычных людей заключается в том, что мы знаем, что это часть пути, это нормально и это пройдет. Мы не видим в этом желания суицида, мы не хотим застрелиться. Дорогой, я вижу, что ты уходишь, оставь, пожалуйста, ключ от машины и скажи, где она есть. А то я не уеду. А здесь стоит парень, 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 ключ. Ага. Ключ оттуда вижу. Все, спасибо большое. А сказать, дорогой, любимой женщине что-нибудь? Муж. Что ж вам? Пожелать мне хорошего дня, что-что. Хорошего дня. Так, все, мы прослушали рекламу. Хорошего мужа. Так, едем дальше. Здравствуйте. Как общаться с человеком, который обвиняет тебя в том, чего ты не делала, постоянно унижает и оскорбляет? Я вам скажу больше. С таким человеком общаться не нужно. От такого человека нужно уйти. И к вам вопрос, почему вы продолжаете общаться с таким человеком и задаете подобный вопрос. Как общаться с человеком, который меня бьет? Как общаться с человеком, который мне неприятен? ответ всегда один общаться с таким человеком не нужно и если следующий вопрос будет а я не могу от этого человека диета а если он изменится а он меня не пускает вы свободный скорее всего уже плюс-минус взрослый человек который состоянии свое окружение определяет закрывайте всегда двери перед теми людьми которые вам не нравится и не обязательно ждать чтобы этот человек вас оскорбил вы взрослый и в состоянии выбирать с кем вам быть если вам больше 16 лет значит вы уже можете предпринимать какие-то определенные свои шаги вот и все искать подходы к людям которые вас оскорбляют и обижают не то чтобы не обязательно а вообще не нужно понимаете все всегда начинается с отношения к себе и если вы позволяете другим людям относиться к вам по-свински если вы позволяете кому-то вас унижать это говорит о том что у вас очень большие проблемы с самооценкой это говорит о том что вы не в состоянии признать что вы классный человек потому что попробуйте меня по унижать ну попробуйте попробуйте со мной прийти и как-то заставить меня слушать ваши оскорблениями просто попробуйте вас моментально будет прибит нос дверью все я не буду вас бить вас просто захлопну двери я вас удалю я вас просто вычеркну из своей жизни мало того даже об этом не вспомню скорее всего утром кто-то так делал где-то но я этого даже не помню потому что смысле алё это моё жизненное личное пространство какие вопросы что вы отвечаете людям если у вас просят одолжить денег но при этом я не верю что вернут я одалживаю деньги только в том случае если я эти деньги готова подарить то есть если моя подруга например просит у меня деньги и у меня эти деньги есть в том количестве чтобы я могла и подарить я и подарю я скажу она например меня может попросить я можно у тебя одолжить тысячу долларов я и скажу смотри я не могу тебе одолжить тысячу долларов я могу тебе одолжить 100 гривен вот я тебе их могу подарить у меня есть по этому поводу большое количество эфиров где я рассказываю о том что когда вы одолжите деньги вы отдаете энергию свою другому человеку и он включается на подсос. Мало того, вы потом ждете, когда он этот долг отдаст. Поэтому чаще всего, во-первых, меня очень редко просят долг, но в 99% случаев я не даю долг. Я не вижу в этом ничего постыдного. Люди говорят, ну у тебя же есть деньги. Ну, во-первых, почему вы считаете мои деньги? Во-вторых, это мои деньги, я вправе ими распоряжаться. В-третьих, я считаю, что деньги в долг не приносят пользу другим людям. Взрослый человек должен быть в состоянии их заработать. И в долг можно дать человеку только в каком-то экстренной ситуации. Но в экстренной ситуации мне проще не дать денег в долг, а просто дать ему этих денег, если я сегодня могу себе это позволить сделать. Вот, собственно, и все. Говорить «нет» я точно не боюсь и не стесняюсь. Откуда брать энергию? Я всегда говорю, а куда вы деваете энергию? У каждого человека есть ресурс энергии. И плюс-минус сон у людей в стандартном варианте одинаковый, если вы не занимаетесь сильной накачкой энергии. Вопрос, куда вы ее деваете? Вы подумаете о том, куда вы деваете свою энергию. Если вы занимаетесь тем, что вам не нравится, если вы занимаетесь осуждением других людей, если вы вечно недовольны, если вы во всем видите плохое, смотрите телевизор, то ваша энергия утекает не туда. Поэтому найдите и начните интересоваться информацией о том, как прокачивать свою энергию, как заниматься чем-то с удовольствием. Приходите на Рерайтер жизни, я вас научу, если вам лень искать информацию. Вот я вам ее дала. Приходите ко мне на марафон. Хочу уйти с работы, на которой уже выгорело, но останавливает страх, что не найду быстро другую, а жить как-то надо, но и насиловать себя больше нет силы ходить заниматься тем, что уже неинтересно. Ну, мне кажется, ответ очевиден, но я вам скажу так. Вы получаете то, во что вы верите. И если вы будете бояться и верить в то, что вы не найдете работу, то все случится именно по вашему наихудшему сценарию. Поэтому придумайте себе наилучший сценарий, поверьте вы это, прокачайтесь и начните действовать. Подумайте о том, где вы будете искать работу, какие у вас есть крутые сильные навыки и заряженные на успех, идите и ищите новую работу. Со старой нужно уходить, в любом случае, если она вас не вдохновляет, но вы должны понимать, что на работу берут людей, которые приносят пользу компании, людей, которые заряжены энергией, людей, на которых приятно смотреть, людей, которые могут принести бизнесу деньги. Так вот подумайте, в чем ваша сильная сторона и не с позиции «Здрасте, мне нужны ваши деньги», а с позиции «Здравствуйте, я могу принести вашей компании деньги», идите и ищите, и в этом случае у вас все получится. Загорелая красотка, благодарю. Олечка, а как правильно распределить финансы в семье, понятие женских денег, как вы к этому относитесь? Вы знаете, у каждой семьи есть свои правила, и я считаю, что эти правила вы устанавливаете сами. Большое количество семей, где зарабатывают женщины, а не мужчины. Большое количество семей, где зарабатывают обе пары. Большое количество семей, где мужчина зарабатывает достаточно, а женщина зарабатывает для себя. Здесь важно установить свои собственные правила. Я не знаю, какая ситуация в вашей семье, как это все происходит, опять-таки, какие у вас личные отношения и так далее. В любом случае вы должны сесть, поговорить об этом и рассказать, например, как вы видите ситуацию, как ваш супруг видит ситуацию, и в зависимости от этого выработать какие-то общие слагаемые. Конкретного решения я в данном случае не вижу. Это решение переговора. Так, слухаю вас, сердце выскакивает, такая вы умничка. Спасибо, Тома. Вы верите в астрологию и нумерологию? Я не то чтобы верю или не верю, я просто этим не занимаюсь, да, то есть я немножко по другому пути иду. Я не исключаю, что все эти вещи работают наверняка как-то, но я очень люблю самостоятельно определять свои цели и задачи, управлять своей жизнью. Потому что мне кажется, когда у нас появляются некие вот эти описания, мы начинаем пытаться им соответствовать и особенно очень часто оправдываем свои неудачи тем, что где-то написано. Я считаю, что то, как я определяю сама и как я хочу, я в состоянии это притянуть. Нумерология или астрология могут подсказать легче мне это будет или сложнее, но какая по сути разница, если я этого хочу. Меня это точно не остановит, если мне скажут, что мне для того, чтобы достичь этих целей, нужно будет приложить очень много усилий. Ничего страшного, я их буду прилагать, потому что я хочу это получить. Цель оправдывает средства, в моем случае это работает так. Что меня ждет в ближайшее время? Я думаю, вы умрете. Если это вопрос. Ну какой-нибудь, надо позитивненький ответ дать. Если вы задаете подобные вопросы, может быть там было начало, но если вы задаете подобные вопросы, значит вы хотите, чтобы кто-то другой распорядился вашей жизнью. Жизнь, как правило, выбирает какое-нибудь легкое решение. Как поднять самооценку? Разобраться с тем, почему она у вас опущена? Чем проблема у вас? Чего вам не хватает? Понимаете, ведь самооценка, она складывается из чего-то. Развиваетесь ли вы? В чем вы хороши? В чем ваши сильные навыки? В чем ваши сильные стороны? Что вы умеете делать лучше других? Что вы хотите научиться делать лучше других? Сконцентрируйтесь на себе и поставьте себе цели, и начните работать. Если вы себе поставите цель, например, каждый день заниматься бегом по 10 километров, вы будете это делать, вы поднимите себе самооценку. Мы поднимаем себе самооценку в том случае, когда мы держим слово, данное себе. Тогда наша самооценка начинает подниматься, потому что, когда мы держим слово, данное себе, мы начинаем расти, меняться. Люди всегда со стороны замечают эти изменения. И вот уже смотрите, вы меняетесь сами, вы начинаете говорить, какой я молодец или какая я молодец. Люди со стороны тоже говорят, ты что-то меняешься, вау, у тебя изменилась внешность, характер, ты какая-то другая стала, что-то не то. И ваша самооценка, как лифт, начинает подниматься вверх. Если у вас цель, в чем вы должны, понимаете, самооценка – это шкала. А шкала, она должна в чем-то расти. У нас должны быть какие-то единицы измерения. Вот у меня, например, я приехала с Мальдив, когда я себе сказала, все, ты ходишь на тренировки 5 раз в неделю. Ёпсель, знаете, как это сложно? Вот вы же не живете моей жизнью, да, я не живу вашей. Вы не видите мою загруженность, вы не видите, сколько времени у меня отнимают дети, вы не видите, сколько времени и сколько целей у меня есть, и сколько я работаю. Ничего этого не видите. Но, тем не менее, я понимаю, что мне надо ходить на тренировки. И единственное время, которое я выбрала себе на тренировки – это 8 утра. Для того, чтобы мне в 8 попасть на тренировку, мне нужно встать в 5.45 утра, для того, чтобы я выполнила свои практики и так далее, задачи, те, которые потом у меня съест время тренировки. Потому что тренировка – это не только тренировка, это еще приезд на тренировку, переодевание, отъезд на тренировку. Мой график очень жестко расписан. Вот я сегодня записала видео 7, наверное. И сейчас я буду выезжать через полчаса к своей дочери, забирать ее с танцев, потому что она сегодня до 20-30 танцует. И я села еще сделать прямой эфир, потому что я понимаю, что сейчас мне тоже необходимо держать, поддерживать с вами связь. Дисциплина определяет, цели определяют. И когда я понимаю, что я держу слово данное себе, я хожу на эти тренировки в 8 утра, у меня тоже заваливаются глаза куда-то, но тем не менее я это делаю, это поднимает мою самооценку в моих собственных глазах. Если в моих собственных глазах не будет эта самооценка крутой, то поверьте, вы будете говорить, Оль, что-то с тобой не то. Скажите, пожалуйста, может ли блокировать убеждения и действия, если в семье 4 года лежачий больной или с этим тоже можно научиться жить? Я вам скажу так, к счастью, я не была в такой ситуации, и я могу подозревать, что это очень тяжело. Я не знаю, кто вам этот человек. Очень сложно говорить здесь о других людях, ну, когда это не касается, точнее так, легко говорить, когда это не касается себя. Поэтому, Лена, да, скорее всего, Лена, давайте я вам расскажу это со стороны, да. Я, к счастью, не знаю, что это, но я вам расскажу со стороны, вот как правильно, по идее, это должно быть. Когда каждый человек имеет свою жизнь, да, свою, и каждый получает свою жизнь, свою судьбу, ну, или свою реальность, давайте так, исходя из того, что он что-то делал, что-то думал, ну, то есть у каждого из нас своя. Мне кажется, что человек вообще инвалид, больной ребенок, лежачий человек, да, который, это испытание для двоих, для того, кто лежит и для того, с кем он находится рядом. То есть я понимаю, что, например, когда рождается больной ребенок, это отработка идет обоих. Один заперт в тюрьму, это ребенок, потому что мозг-то у него нормальный, а тело тюрьма часто. И, конечно же, это безумная работа и проработка того, кто родил этого ребенка, кто от него не отказался, и кто идет рядом с ним. Если говорить про взрослый и лежачий человек, я думаю, что если человек находится, мы с Сережей когда-нибудь, когда-нибудь мы с Сережей иногда разговариваем на эти темы, на тему старости там или еще чего-то, и мнение таково, что один человек не должен портить жизнь другого. Понятно, что он дорогой и любимый, но, например, если бы, не дай Бог, такое случилось в жизни, то я считаю, что нужно обеспечить и бросить на это силы, на то, чтобы за этим человеком кто-то следил, он жил, но чтобы ты тоже жил, а не служил больному человеку. Потому что когда ты являешься служащим больному человеку, ты на своей жизни ставишь крест, и твоя жизнь однозначно сильно хуже, чем его. Это мое мнение. Поэтому то, что это отражается, это факт. Вопрос, почему это отражается, почему это чувство вины, очень часто у людей это чувство вины настолько развалено, что я теперь себя должен посвятить. Я считаю, что нет. Я считаю, что задача человека сделать уход, обеспечить должным образом, заработать на это гораздо проще, чем самому поставить свою жизнь в жертву. Ну вот так, мое мнение. Трудно убрать убеждение страха, бедности, хотя сейчас все окей. Ну, трудно все, но при этом все возможно. Вопрос, убираете ли вы его, насколько вы с этим работаете. Если вы с этим умело работаете в течение месяца-двух, страхи уходят. У меня было очень большое количество страхов, связанных с детьми в свое время. Прямо таких страхов, которые меня доводили вот до такого состояния. И я от некоторых страхов избавлялась за неделю. Вопрос, как вы с этим работаете. Как контролировать свой гнев? Сама себя потом ругаю, сделать ничего не могу. Да, я вас прекрасно понимаю, потому что у меня с этим тоже есть моменты, с гневом. Ну, первое, я думаю, вообще надо всегда разбираться, в чем причина этого гнева. Ну, женщины, это же вообще создание, да, это гормональное, в чем злость, в чем злость. А второе, я думаю, что необходимо искать инструмент, каким образом переключаться. То есть чувствуете это состояние, каким образом вы его будете выливать. Хорошо выливается в спорт, в физические нагрузки, в работу, в переключение. То есть важно этот момент отслеживать, да, и понимать. Гнев может служить манипуляцией. Я вам, например, скажу, я манипулирую детьми. Сейчас у меня такой период идет манипуляции детьми в гневе. Почему? Потому что, я не говорю, что это хорошо, я вообще никогда за святошу не иду. Но, например, есть такие ситуации, когда мои дети не чувствуют ценности того, что они имеют. Вот я реально сегодня думала о том, что я бы их с удовольствием отправила хотя бы на пару дней куда-нибудь в село. Чтобы они, извините, посрали в яму, чтобы они поспали на какой-то кровати, не на итальянском матрасе латексном. Чтобы они в школу пошли пешком пару километров, сходили и посмотрели, что такое сельская школа. Чтобы они шмотки посмотрели, какие дети носят. Чтобы они поели эту еду. Потому что, когда мой ребенок встает утром и говорит, у меня сегодня плохое настроение, а почему у тебя плохое настроение? Ну, просто у меня плохое настроение. Я начинаю зажимать детям жабры. То есть, у меня включается гнев, и я им показываю, что такое, когда у мамы плохое, например, настроение. Для того, чтобы отбить у них всяческое желание вслух произносить про плохое настроение. Потому что мы позволяем себе говорить, у меня плохое настроение, что-то в моей жизни не так, именно потому что мы не ценим того, что у нас есть. И вот в этом плане у меня гнев работает именно как манипуляция. И работает, я вам хочу сказать, прекрасно. Я осознанно записываю, я не говорю, что это правильно. Я осознанно записываю в подсознании своих детей то, что когда они говорят, что у меня плохое настроение, что за этим следует. Я ведь их учу, что то, что они произносят, то у них и воспроизводится. И что стоит сказать, что у тебя плохое настроение, я им устраиваю такое в этот день, что они потом даже не заикаются про плохое настроение. И даже если я их ночью разбужу в 3 часа ночи, они скажут, мамочка, у нас прекрасное настроение. Потому что я не знаю, как по-другому их приучить. И да, меня порой это бесит. Меня бесит то, что они, ну не то чтобы не ценят, они ведь не знают другой жизни. Они же не жили моей жизнью, они не жили жизнью своей бабушки и так далее, и так далее. Поэтому я вас в этом понимаю, но я всегда стараюсь в такие моменты себя словить, спросить, почему я так злюсь, в чем причина, чего я хочу достигнуть этим гневом и каким образом я сейчас планирую переключиться. В любом случае. Вот сегодня я была с утра злая, там на малых очень сильно, но я пошла на тренировку и на тренировке спустила весь этот дух. Вышло, все, как бы пришла, поговорила с детьми, попросила прощения, объяснила им что-то вот и как бы все стало. Какой загар? Да, Руслан Батькович, загар. Мальдивский, Мальдивский, да, друзья. Так, вот, видите, с детьми очень важно, конечно, включать осознанность и понимать, что все, что мы творим с детьми, им потом откликнется, и важно понимать, что именно им откликнется. Поэтому, поверьте, я мамочка еще та, я, может быть, произвожу впечатление очень такой нежной девочки. Я не нежная девочка, я и нежная, и очень жесткая. И я не хочу воспитать слюнтяев, я не хочу воспитать людей, детей, нет, людей, наверное, не приспособленных к жизни, одуванщиков, которые потом вырастают и такие, типа, смотрят на жизнь и говорят, что у тебя происходит? Это я же взрослый, почему у меня теперь нету много денег? Я же думала, я когда взрослый буду, у меня автоматом все будет. Это не моя история. Я повторяла и повторяю, что я считаю, что если ребенок в детстве не в состоянии посещать кружок и школу, мне говорят, как вот вам их не жалко? Я вот считаю, что если ребенок не в состоянии совместить кружок и школу, то во взрослую жизнь ему можно не ходить. Когда нужно совмещать будет в тысячу раз больше. И деньги зарабатывать, и реализовываться, и быть счастливым, и ходить на свиданки, и учиться, и квартиру строить, и детей рожать, и так далее. Можно не ходить. Так, у меня совсем наоборот, не могу проявить свой гнев, подавляя в себе. Вот, Женя, у вас хуже ситуация? И вот вы правильно написали все про проблему. У вас все хуже, вам нужно научиться это делать. Потому что я именно по этой причине, которую вы описали, я наблюдала огромное количество онкобольных, которые сдерживали свой гнев. И я по этой причине сказала себе, что я сдерживать ничего не буду. Я в этом плане, конечно, очень взрыво... вообще опасный человек. Чтобы вы понимали, я говорю правду в лоб всем. Все, что меня не устраивает, и если я не просто прохожу и говорю человеку в лоб, если человек со мной пересекается, у нас с ним происходят какие-то моменты, я в лоб скажу каждому, вообще любому. Мне вообще все равно, кто этот человек. Вот все, что я чувствую, я приду, ему выговорю. И у меня отсутствует стоп-кран полностью. Просто полностью отсутствует. Вот, чтобы вы понимали. Но это, на удивление, настолько облегчило мне жизнь. Потому что, когда я начала это делать, мне стало сильно проще общаться. Да, некоторых людей это приводит в шок. Но со многими я смогла установить очень честные и классные отношения. И люди меня за это очень обожают, потому что я не знаю, что я никогда не воткну нож в спину. Я не скажу одно, не подумаю другое. Я всегда скажу то, что я думаю. И это очень удобно. Поэтому вам нужно просто снять в себе этот стоп-кран. Просто начать это делать. Вначале будет сложно, потом попрет и вам понравится. Это не так сложно, как кажется. Подскажите, дочка в шестом классе не хочет делать уроки. Надо сто раз напоминать, орать, портить себе настроение. Вы знаете, у меня Ева вообще не хочет учиться. Вот Алиса такая, как я. Ее не надо ничего дергать. Ева не хочет учиться. Ева прекрасно танцует. Ева очень умная девочка, но она не хочет учиться. Я это вижу. И вы знаете, я забилась сейчас на этот момент. Я сейчас буду переводить. Вот хочу их в другую школу. Надеюсь, что все сложится, и они перейдут в ту школу, в которую я придумала. Я решила на этот момент забить. Потому что я, в принципе, точно понимаю, что вот это школьное образование ничего, по сути, в ее жизни ей не даст. Она умеет общаться, она умеет договариваться, она умеет нравиться, она умеет достигать своих целей. Эти навыки куда сильнее. Я просто поняла, что превращаясь в человека, который начинает тормошить за домашку и за все, она, например, приходит и говорит, мама, мне учительница взяла и перечеркнула буквы, которые я писала. Сказала, ей не нравится. И перечеркнула. Представляешь, я писала полчаса, она взяла и перечеркнула. Я говорю, значит, в следующий раз ты возьмешь учительницу за руку, за ручку. Когда она это сделает, ты скажешь ей, что это твоя тетрадь, и ты не разрешаешь ей черкать в своей тетради. Если ей нравится, пусть черкает в своей. А она говорит, отличный план. Потому что я считаю, что гораздо важнее научить ребенка не садиться другому человеку на голову, потому что он взрослый, и он, видите ли, пришел и красной ручкой. Дебильная советская совершенно черта учителя. Прийти и красной ручкой помазать, мол, я важная тут. Я получаю 4,5 тысячи гривен, поэтому я важный учитель. Я учу своих детей адекватному общению. И говорит, что если учитель не в состоянии этого понять, поговори с учителем, объясни ему, почему тебе это не нравится. Если он не в состоянии этого понять, постави его на место. Вот этому навыку я считаю нужно быть. Поэтому расслабьтесь и просто наблюдайте за тем, что ваш ребенок любит, в чем она хороша. Разговаривайте с ним об этом, становитесь ее подругой. Это гораздо лучше работает, чем сидеть и втыкать за эту домашку, которую, вы знаете, я периодически, когда сажусь за домашку, там, в эти локдауны, я смотрела, я просто не понимала, зачем вообще эту дебилистику детям учить. Благо у меня прекрасная учительница у Алисы, и когда я с ней разговариваю, я ей говорю, вы меня простите, но это же бред. Она говорит, пусть читает книжку, которая ей нравится. Вот знаете, из этой серии. Поэтому я развиваю в своих детях то, что им точно понадобится. А вот эти все вещи, ну, не надо. Так, спасибо вам, намного открыли глаза. Да, пожалуйста. Открывать глаза мы почти мое второе имя. У меня, кстати, видите, какая красивая чашечка. Мальдива написано. Но у нее такая широкая горловина, что я периодически выливаю на себя. Знаете, я как-то свынка. Вообще, вы должны запомнить очень простую штуку, которая касается и вас, и других людей. Все, что идет через силу, то, где мы себя заставляем и понимаем, что мы этого не хотим, ничего хорошего нам в жизни не приносит. Просто запомните это. Все, где мы себя пытаемся уговорить. Поэтому дисциплина – это прекрасная штука, но в отношении того, что вам нравится. Почему я и говорю, что бесполезно абсолютно пытаться себя менять и заставлять делать то, чего ты не хочешь. Зачем? Ведь есть полно того, чего ты хочешь. И к этому тоже нужно привыкнуть. Знаете, как утром просыпаешься, думаешь, буду пить стакан воды. Классная тема, это несложно. Ёпс, или забыл. И для того, чтобы ты не забыл, ты должен поставить себе напоминание с утра. Чтобы ты проснулся, и тебе точно нужно. Дисциплина нужна в этом. Но не дисциплина в ломании себя. Зачем себя ломать? Вы ведь в чем-то прекрасны, уникальны и самые неповторимые. Зачем вам себя ломать? Да, вы со мной согласны, и это прекрасно. Вот опять-таки, очень часто, когда меня спрашивают про детей. Дети же любимый разговорчик. Вот, ваши дети столько работают. Да поверьте мне, никогда в жизни мои бы дети столько не работали, если бы они не хотели. Вот в школе хрен бы я Еву столько продержала. У меня Ева по утрам такая, я не хочу в школу. Но на тренировке у нас никогда не стоит вопроса. Вот сегодня Ева уехала на тренировку, в 16.45 у нее началась тренировка, и в 20.30 она заканчивается. Еве 6 лет, 6 лет Еве. Ева, которая уже танцует как богиня. Почему? Потому что она любит это делать, она обожает это делать. Я ей помогаю хитрыми разными способами. У нее огромный шкаф с танцевальной одеждой, обувью и так далее. И я помогаю ей полюбить это еще больше. Но танцует-то она, не я. Она мне недавно говорит, мам, я так классно танцую, потому что мы богатые. Я говорю, почему? Она говорит, ну потому что ты столько денег платишь за наше занятие. Я говорю, ты знаешь, я тебе открою большой секрет. Что если бы крутыми танцорами становились самые богатые люди, то все было бы в мире очень хорошо предопределено. Но деньги – это всего лишь маленькая составляющая. И если бы ты так охрененно не танцевала и не ходила, и не занималась таким рвением, то я бы эти деньги спускала просто в унитаз. Так как это делают очень многие родители, которые вливают, 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 а ребенку это не надо. И это не означает, что это плохой ребенок. Это означает, что родители не слушают своего ребенка и не видят. Нельзя, дети, они в этом плане очень крутые. Их нельзя заставить. На них можно как бы в коротком промежутке времени надавить, но в долгую – не работает. Ну попробуйте детям сказать, убирай за собой постоянно. Вот вы накричите, он сейчас уберет, но завтра он уже не уберет, пока вы не накричите. Тренироваться, когда ты все время орешь, иди тренируйся, но ребенок что-то сломает принципиально, потянет что-то. Дети же вы тоже хитрые, понимаете? Психосоматика работает точно так же. Если она сейчас не будет учиться, как она сдаст ЗНО и ДПА? Да, не хочу упустить время. Я вам скажу честно, я не знаю, что такое ЗНО и ДПА, и не знаю, зачем их сдавать. И не знаю, какое счастье они принесут. Я вам могу сказать так, что если она захочет все это сдать, то она найдет способы для того, чтобы это сделать. Дипломы, корочки и прочие вещи еще ни одного человека в мире не сделали счастливым или богатым. Вот я могу вам сказать это одно. И жизненные качества такие, опять-таки, как дисциплина, как умение над собой работать, как умение достигать своих целей, как гибкость, гораздо более важны, чем ЗНО, ДПА и хую-ю. А как это сделать? Вы скажите, смотри, ты делай то, что ты хочешь. Твоя задача это сдать. Как ты это будешь делать? Я, например, скажу вам честно, никогда не знала ни алгебру, ни геометрию, ни химию, ни физику. Но, тем не менее, у меня отличный аттестат. Как я это сделала? Ну, как-то. Как-то сделала. Зато, благодаря этим своим качествам, я дальше в жизни продвигаюсь. Понимаете? Вы тоже не были отличницей, правда? Сколько задач вы успеваете за день выполнить? Да какая разница? Можно заниматься подсчетом задач. Моя задача – успеть все, что мне нужно. Бесполезно это писать, создавать. Я засовываю в свой день все то, что мне необходимо выполнить. Вот у меня сейчас очень много связанных вещей со съемками, потому что я переделываю продукты. Но я, например, знаю, что я в марте улетаю. В марте, в марте улетаю. У меня там не будет одни гастроли, у меня другие гастроли. Соответственно, я просто понимаю, что мне это необходимо выполнить. Я очень работоспособный человек. Я могу сесть и шесть часов отсидеть перед камерой. Вообще без проблем. Поэтому вопрос не в количестве задач. Вопрос в том, чтобы я сделала те объемы, которые мне нужны. Я устанавливаю себе графики. Я точно понимаю, что мне надо забрать детей. Я точно понимаю, что мне надо поесть. Я точно понимаю, что мне надо это, это, это. Ну, а дальше 25 пунктов. Те, которые мне надо сделать по умолчанию где-то между дел. Вот, 24 часа в сутки иногда можно не поспать. Так, вы очень соответствуете своему гороскопу, львице. Я на вас смотрю как в зеркало. Это прекрасно, Аня. Вот, я думаю, что все-таки вряд ли вы смотрите в зеркало, потому что львы и вообще не львы, люди. Если бы все были, как я, просто львами, то мир был бы шикарен. Но гороскоп, к сожалению, не делает из нас личность. И он дает нам некие определенные наборы качеств. Но, тем не менее, мы сами за себя отвечаем. Например, моя мама лев, мы вообще антиподы. Просто антиподы. Вообще. Во всем. Ну, разве что продаем мы обе хорошо. Во всем остальном просто полные, вообще разные взгляды на жизнь. Разные подходы, разные характеры, разные темпераменты. Вообще. Я всю жизнь сидела у мамы на шее, душила ее всем, чем хотела. Моя мама всегда была котиком. Вот как бы интересная такая штука. Так, питание наладили в смысле? Что вы имеете в виду? У меня не стояла никогда задача наладить питание. Желание развиваться, узнавать новое. Вот любимое занятие в школе, институте вообще не было интересно. Вот. Абсолютно правильно вы говорите. Потому что в школе и в институте нас все время учат каким-то шаблонным решениям, которые в жизни уже не работают. В жизни шаблонных решений нет. Жизнь это сплошное творчество. Я уже говорила неоднократно о том, что сегодня время очень быстро меняется. Сегодня всем самым важным профессиям никто не учит быть блогером, никто не учит продавать себя в эфирах. Никто этому не учит. Все это меняется слишком быстро. А учат таким профессиям, которые уже пока ты учишься, они уже перестают быть профессиями, теряют свою актуальность. Поэтому как бы я бы оставила, знаете, такое типа медицинское, может быть юридическое и может быть еще пару факультетов. Все остальное нахрен надо. Нужно учиться по-другому. Ну, по крайней мере, не 5 лет с педагогами-теоретиками нудными. Так. Если мне не нравятся предметы в школе, но мне нужен высокий аттестат, что делать? Обратиться к маме. В данном случае я вам так скажу. Скажите, пожалуйста, что сейчас с вашим клубом для предпринимателей? Все мои проекты давным-давно закрыты, кроме Рерайтера Жизни. У меня нету никаких других проектов, кроме Рерайтера Жизни, клуба и так далее. Все эти проекты вы можете написать Сергею, он вам расскажет. Я не курировала этими проектами, поэтому я занимаюсь только Рерайтером. Так. На все ли я ответила? 19-13. Все. Все. Все, все, все. Очень много всегда почему-то людей любят вспоминать про какие-то мои старые и так далее проекты. Уже целый год я занимаюсь только Рерайтером и больше ничем не планирую заниматься. У меня был достаточно интересный длительный путь поиска всего, но тем не менее я очень счастлива, что он завершен и на данный момент находится на этой стадии. Итак, давайте будем подводить итоги, потому что мне пора уезжать. 1 апреля стартует новый марафон Рерайтер Жизни, его новая обновленная версия, где будет все переделано, где будет все усовершенствовано, где будет очень много всего добавлено, исходя из того, что происходило в течение этого года. И главная задача этого марафона по-прежнему не изменится. Заключается она в том, чтобы изначально вы очень четко смогли осознать, куда вы идете, какую жизнь вы хотите получить, какие они ваши желания, какие они ваши цели и задачи. И в процессе мы будем с вами разбираться с тем, о каким образом мы сами создаем свою реальность, как устроен наш мозг, как устроено вообще все это действие и как мы можем то, что мы написали, то, что мы создаем в своей книге жизни, мечты, как мы можем это все воплотить в жизнь. И дальше, если вы уже захотите продолжать, у нас есть клубы и движения для того, чтобы мы учились специальным ментальным техникам, которые мы будем выполнять с вами в дальнейшем на протяжении всей нашей жизни и в общем-то расти, развиваться и менять себя. Потому что Рерайтер Жизни – это марафон про изменение себя, не про достижение конкретной цели, а про изменение навсегда. Я называю это стрелкой, знаете, как есть стрелка на железнодорожных путях, когда поезд едет, но если стрелку перевели, поезд поехал в другую сторону. Вот я, собственно, переводчик ваших стрелок. Благодарю всех за то, что были на эфире. Сейчас, сегодня и, по-моему, завтра еще, не буду точно врать, пару дней у нас самая низкая цена на апрельский Рерайтер, поэтому если вам это интересно, если вы хотите научиться управлять своей жизнью, приходите. Это действительно очень круто, и новый марафон будет очень круто заходить, я уже точно это знаю. Спасибо всем, кто был на эфире, всех обнимаю, целую и поехала за ребенком. Всем хорошего настроения.